Здравствуйте! Сегодня в программе «По существу» поговорим о культурно значимом событии для нашего города. А именно 10 ноября в Чебоксарах открывается новый театр «Станиславский.ком». И сегодня в нашей студии его основатели Александр Алексеев и Антон Савельев. Здравствуйте! Здравствуйте! Я подписана на ваш инстаграм, и вы очень красиво описываете, что это за событие будет. Какое-то новое театральное пространство в Чебоксарах, новый формат. Это звучит очень интригующе. Расскажите поподробнее, чем театр будет отличаться от других театров Чебоксара? Ну, скажем так, это действительно новый формат, потому что нам немножко стало тесно в привычных рамках. А в рамках, когда есть конкретно рампа, конкретно зрительный зал, и у нас возникла идея освоить новое театральное пространство, чтобы в нем не было привычного нам распределения на зрительный зал, на сцену, на рампу. Мы хотим зрителя погрузить сразу в спектакль. У нас все пространство нашего театра будет являться объектом театрального творчества. Зритель, когда будет заходить в зал, он уже будет попадать в место действия, в историю, в те отношения, за которыми он дальше будет наблюдать. То есть это очень небольшой театр, это всего 60 мест, но воздуха там много, то есть там недушно, там мы пытаемся добиться эффекта, чтобы дышало само пространство театральное вокруг зрителя. То есть привычной рампы, как таковой, не будет. То есть не будет такого отделения, вот здесь зрители сидят, а вот здесь на сцене происходит действие, да? Это в зависимости от задач художественных, которые будет перед собой ставить режиссер и сам театр. Полностью трансформируемый зал, мы можем сажать зрителя как угодно, сцену делать где угодно, это позволяет свет, позволяет звук. То есть это полностью трансформируемая площадка. Если надо, можно сделать и классический вариант, когда зритель сидит классически. Если мы хотим что-то поэкспериментировать, что-то найти новое, потому что театр тоже развивается, театр тоже должен двигаться вперед, искать новые формы. И мы перед собой такую задачу поставили, нам интересно это попробовать. Как вообще пришла идея вот в такой формат, воплотить в жизнь? Ну, на самом деле, театр всегда ищет. То есть театр искал и сто лет назад новые средства выразительности, и 200 лет, и 300. В какой-то момент я, как художник, дорастаю до того, что я понимаю, что самое главное, зачем в зритель приходит театр, это эмоции. Это некое переживание, некое сопереживание. И вот в попытке достичь максимальной выразительности, максимально интересного подхода, мы постоянно думаем об этом, ищем какие-то приемы, какие-то способы. И мне кажется, что именно вот такой вот формат, формат полного участия, присутствия на сцене, на площадке, это будет действительно неким событием для человека. Мы на это очень надеемся. На самом деле, Антон уникальный режиссер, и когда мы искали новую площадку театральную, и когда пришли туда, посмотрели, Антон сказал, вот здесь у нас будет зритель, здесь у нас будут действия. Я сначала немножко был шокирован, да, но потом, чем больше мы в это дело погружались, и когда я понял, что вот реально у нас зритель приходит в театр, когда он проходит гардероб, заходит вот в это пространство, он попадает непосредственно в место действия. Чем больше вот я в это сам лично погружаюсь, я понимаю, насколько зрителю там будет уникально, интересно, такого просто не было в нашем городе вообще. Но хотя нас пугают, нам говорят, вы что, наш зритель не привык к этому, зритель должен спрятаться от действия, спрятаться за занавесом, спрятаться за рампой. А мы говорим, давайте попробуем. Если уж он очень боится, у нас есть четвертый ряд, где можно сесть подальше, прижаться к стеночке и аккуратно смотреть, потому что видно отовсюду хорошо. Но все-таки я думаю, что один раз попробовав, поняв эту эмоцию, это впечатление, все будут стремиться именно туда, поближе к действию. Попробовав один раз, люди будут приходить еще и еще, чтобы прочувствовать на себе театр, да? Задача перед отделом маркетинга, чтобы нам хотя бы один раз пришли, один раз придут, и я уверен, что они уже никуда не уйдут. Дальше задача наша, да. Моя уже, как режиссер. А у вас название такое «станиславский.ком», почему именно такое? Ну, это вот кантон непосредственно. Да, это есть такая старая театральная традиция, то, что касается русской театральной школы. Мы, у нас считается хорошим тоном сказать, у кого ты учился. И так получается, что поскольку театральное искусство – это традиционное искусство, которое передается от мастера к ученику, учитель сам становится потом мастером. А у нас всю нашу иерархию учителей можно привести к Константину Собеевичу Станиславскому. Я учился в Валентине Никитиче, Валентине Никитиче учился у Анатолия Васильева и так далее, и так далее, и так далее. И потом, в конце концов, так или иначе, получается Станиславский. То есть корень, корень нашей русской традиции – это Станиславский. — А вот это окончание «Точка.ком» — это разработка отдела маркетинга? — Ну, не совсем. — Мы к этому пришли. «Точка.ком» — это команда Станиславского. Потому что всей нашей труппой, всем отделом, мы все вместе создаем этот театр. И именно это мы хотим этим показать. — То есть это большая команда, которая работает? — Это большая команда. Это не один человек. Это создает очень много людей, вложили сюда реально свои силы, свои надежды, прежде всего. — У нас театр энтузиастов. У нас театр тех людей, которые действительно по-настоящему любят это дело. Потому что понятно, что денег там много особо не заработаешь. Понятно, что этим нужно болеть. И вообще задача площадки, которую я как художественный руководитель вижу, это попытаться аккумулировать все здоровые творческие силы нашего города. Потому что очень часто бывает, когда молодой режиссер, молодой актер, он не может себя реализоваться в системном театре. А он может прийти к нам и у нас сделать то, что его волнует, то, что ему интересно. И поэтому у нас уже два молодых режиссера, которые ставят с нами, работают. Один учится в ГИТИСе, другой уже отучился и сейчас ставит. И мы пытаемся создать здесь, я не буду этого скрывать, некий новый воздух, новый ветер. Чтобы культура Чебоксара действительно развивалась. Развивалась в неком свободном понимании этого слова. То есть когда люди делают то, что они хотят, делают то, о чем у них болит душа, их сердце. И мы делимся этим со зрителями. Поэтому это новое театральное пространство, совершенно другой театр, совершенно в другом представлении. С какого спектакля стартуете? И про актерский состав немного расскажите. Мы стартуем 10 ноября с постановки по культовому роману Кена Кизи «Пролетая на гвездом кукушки». Это достаточно, скажем так, давно написанная вещь. Но тем не менее она меня держит, как режиссера, как постановщика. Я очень рад, что она еще зацепила ребят, которые работают. Потому что мы сейчас репетируем ночами напролет, для того, чтобы к 10 числу уже это дело сыграть и показать. Все, наверное, смотрели фильм Милоша Формана, который он получил в «Оскар», где играет Джек Николсон. Я сразу говорю, у нас совершенно по-другому. Мы в этой истории, мне кажется, находим некую актуальность сегодняшнего дня, сегодняшнего момента. Спектакль получается очень любопытным. Он получается, мне кажется, очень близким. Потому что я считаю, что театр должен все-таки разговаривать живым и современным языком. Он должен рассказывать о вечном, но так, чтобы это было понятно сегодняшнему зрителю. У нас нет задачи построить белую башню, искусство, которое совершенно оторвано от реальности. И поэтому, как показала наша практика, наши самые успешные спектакли «Метод Гронхольма», которые всегда находили очень серьезный, большой отклик у зрителей, мы хотим немножко эту историю повторить. Мы хотим разговаривать с публикой на понятном языке, и рассказывать о тех вещах, которые нас сейчас волнует, волнует мое поколение, волнует людей вокруг нас. Да, там есть действительно, наверное, какие-то острые темы, потому что и мир вокруг нас развивается, скажем так. Но я думаю, что это идет только в плюс. Это идет в плюс истории, в плюс зрителю. Поэтому я надеюсь и на смех, и на слезы. Актеры, актерский состав. А в главной роли у нас Александр Шповалов. Я думаю, он играет вождя Бромдена. Я думаю, что Саша один из самых сильных актеров, которые вообще есть в нашем городе. Ну, и роль очень непростая. Это роль, когда полспектакля человек молчит, но в то же время находится на сцене, и мы слышим только его внутренний монолог, который он отыгрывает. И тема сложна, эта задача, продержать эту внутреннюю жизнь, протянуть ее. Огромное количество людей, которые воспитанники уже нашего театра, потому что мы все-таки существуем 10 лет, наше театральное агентство Арслонга, мы выпустили огромное количество спектаклей. Для нас самое главное, чтобы человек был талантливый, чтобы он действительно любил театр. Это самый главный принцип, по которому я отбираю, с кем мне работать. Мне не важны звания. Поэтому, если у кого-то есть желание попробовать себя, вы всегда можете прийти в наш театр, пройти прослушивание, и, вполне возможно, мы начнем работать. И у вас еще есть школа актерского мастерства, когда к этому подходят, да? Да, конечно. Которую вы организуете. Я и пришел в театр, кстати. Да. Да, нас существует достаточно давно уже эта школа. Она есть и детское, и взрослое направление. Ребята вот недавно выпустили потрясающий спектакль, «Буратино». Это огромное шоу, вот, где играют и взрослые, и дети, где поют вживую, танцуют. Это получилась потрясающая сказка. А какие вы еще проекты планируете воплотить в жизнь? Ну, вот, школа актерского мастерства, открытие театра, еще что-то такое подготовили? По проектам сейчас могу рассказать. У нас такой уникальный сейчас, на самом деле, проект. Мы запускаем первую киношколу вообще в Чебоксарах, да? Причем она настолько профессиональная, там только практики обучают. Там также будет обучение и актерского мастерства, режиссуре, сценографии. То есть все, что связано вообще с производством кино. На финале, то есть там будет прям выпуск короткометражного фильма, да? Который также будет представлен в кинофестивалях. Вот, это один из наших ключевых сейчас проектов, если брать внутри театрального агентства «Аш-Слонга». Вот, но также большие надежды, на самом деле, сейчас на новогоднее представление. Мы готовим уникальный проект. В прошлом году мы выпускали «Трям-елку». Наверное, кто-то смотрел, кто-то у нас даже был. И сейчас мы готовим большое шоу в Чебоксарах. Это будет, опять же, впервые. Никто еще на это, ну, как сказать, не решался на это дело, потому что мы будем на самой большой площадке, в ДК Чегу, на самой оснащенной сейчас будет площадка там. Очень интересную постановку Антон взял. Уникальную постановку, потому что про Новый год так еще никто не рассказывал, это я знаю. Поэтому также, пользуясь случаем, приглашаем вас, ваше вместе с детьми. Причем это будет интересно и взрослым. Формат, если мы говорим о «Станиславский кон», это формат личностного обращения к зрителю, потому что там всего 60 человек. И поэтому нам диктует само пространство к некому очень точному посылу к человеку. Поэтому в перспективах у нас там поставить «Анджело Нанетти», «Мой дедушка был вишней», это замечательное произведение итальянского писателя, это «14 писем к Богу». Это в том числе какие-то очень добрые, но комедийные вещи «Жак и его господин». То есть у нас достаточно серьезный репертуарный план. И я очень надеюсь, что молодые режиссеры, с кем мы работаем сейчас, это Ваня Лукин, Дима Миронов, что они тоже внесут свою лепту в развитие культуры нашего города. Потому что они молодые, очень талантливые, им просто нужно немножко помочь. Мы говорим, что открытие нового театра, где территориально он будет располагаться и как за вами следить, где в социальных сетях, сайт. Что есть, как посмотреть и узнать расписание спектаклей? Основная коммуникация у нас происходит с зрителем через социальные сети ВКонтакте и в Инстаграм. Набирайте просто Чеб-театр, Чебосаро-театр, там выходим сразу мы. Находимся территориально мы на первой площадке, третий этаж, вывеска все там есть. Поэтому приходите, мы вас очень ждем. Я думаю, это будет очень интересное, незначимое событие все-таки в жизни города Чебоксары. Мы это знаем. Так будет. Спасибо за беседу. А я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях были основатели, создатели нового в Чебоксарах театра станиславский.ком, Александр Алексеев и Антон Савельев. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова